Там разгоняют видео ударов по нашей технике. Я считаю, что этих людей надо арестовать и посадить в тюрьму. Так, ребята, в войнах не побеждают. Российские патриоты переругались между собой из-за провалов российской армии на фронте. После очередной серии неудачных мясных штурмов, в ходе которых российская армия понесла большие потери, у некоторых блогеров и военкоров натурально сдали нервы, и они стали возмущенно требовать привлечения ответственности тех генералов, которые так бездарно отправляют на убой российских солдат. Эти возмущенные выступления, в свою очередь, заметил главпропагандист Кремля Владимир Соловьев, который назвал возмущенных военкоров агентами Украины и потребовал их посадить. Поводом для скандала послужил очередной неудачный лобовой штурм Селаново-Михайловка Донецкой области, в ходе которого российские генералы-мясники, как обычно, положили кучу своих военных и подставили под удар колонны бронетехники. Видео эпичного разгрома российской колонны я не могу выложить сюда, потому что YouTube такое не любит, но я выкладываю его в своем телеграм-канале. Ссылку на это видео я оставляю в описании к ролику. Сходите, посмотрите, оно того стоит, ну и заодно подпишитесь на мой телеграм-канал. Видео оказалось действительно настолько впечатляющим, что российские военкоры и военблогеры стали широко тиражировать его в своих телеграм-каналах. Видео разлетелось так вирусно, да, и вызвало бурю возмущения. Все эти российские военблогеры и военкоры стали требовать ответственности для российского командования, которое вот так вот бездарно расходует своих людей. Например, друг Гиркина Максим Калашников написал, что ему просто горько смотреть на этот разгром. Происходит это, кстати, на фоне очень тоже неприятных событий. На фронте уже все, наверное, тоже военкоры сообщили, как под Новом Михайловкой атакой дронов, ФПВ дронов, была уничтожена наша колонна. 9 из бронетехники из 11 в одной атаке. Вот, и, так сказать, задается вопрос, понимаете, у врагов почему-то в каждой бригаде находится по роте беспилотников дронов. Ударили по бронетехнике, из нее наши высыпали, и по ним начинают работать, соответственно, вот эти бабо-яги, которые сбрасывают бомбы, бомбы. Понимаете, как все отработано. Так, ребята, в войнах не побеждают. Нужно совсем, нужно совсем иной стиль ведения боевых действий. Возмущались и другие военкоры, видео врага. Сегодняшняя попытка наших воинов наступать в районе Новомихайловки. Я честно не знаю, как это комментировать. Как можно не учитывать фактор ФПВ дронов на 30 января 24 года, будучи генералом, адмиралом, рисующим план атаки? Как можно позволять себе терять столько техники за один день, столько людей? Полнейшая тупость и некомпетентность. У ВС РФ нет на данный час никакой массовой защиты от дронов противника. Все, что ставят, уже давно устарело и не перекрывает новые частоты противника. На подходе лишь волонтерские проекты. Крупные заводы в малый рэп не смогли и сидят с подливой в штанах перед министром из МО. Проблема требует экстренных мер, написал в своем телеграм-канале российский военкор Роман Сопаньков. После того, как видео очередного провального мясного штурма завирусилось в сети, отреагировал уже пропагандист Владимир Соловьев, который возмущенно написал, что всех военблогеров, распространяющих этот ролик, нужно посадить, потому что это пятая колонна и агенты Украины. Вот сейчас там некий псевдо-патриотический канал, на мой взгляд, это либо криптохаменты, либо впрямую субсушники. Там разгоняют видео ударов по нашей технике. Я считаю, что этих людей надо арестовать и посадить в тюрьму, за то, что они в нашу. Вот они это для кого распространяют здесь? Для военнослужащих? Для командования? Они что, пытаются помочь? Нет, они здесь втягивают российское общество в цепсошную повестку. Этих людей надо вычленять и сажать в тюрьму. И это тот редкий случай, когда я даже согласен с Соловьевым. Сажать так сажать. Посадить зет-патриота – это всегда неплохо. В общем, неудачи и провалы российской армии вызывают такую вот грызню в российской патриотической среде. И потери уже настолько велики, что их не могут игнорировать ни зет-блогеры, ни придворные кремлевские пропагандисты типа Соловьева. И они грызутся между собой, потому что им нужно найти крайнего. Найти того, на кого можно свалить ответственность, кого обвинить. Поэтому идет этот поиск ЦИПСО, украинских агентов. Якобы вот все это виноваты враги. То есть они ищут, ищут на кого бы свалить неудачи за все это. А вот эта грызня, она же происходит от неудачи, потому что у них все плохо, потому что не получается. Ведь когда хорошо, когда получается, когда успех, то никакой грызни нет. Успех объединяет. А то, что вот они грызутся, требуют друг друга сажать, это как раз свидетельствует о том, что все у них плохо. И они об этом, конечно, знают. Я же со своей стороны в очередной раз просто напомню, что прекратить все это безумие, всю эту тупую вообще мясорубку, бессмысленную, развязанную, оторванными от реальности, выжившими из ума, из Кремля, очень просто. Для этого достаточно просто прекратить оккупацию Украины, прекратить агрессию против Украины, вывести войска, оставить нас в покое и жить спокойно. Тогда прекратятся и все эти местные штурмы, и все эти огромные потери, и все эти горящие танки. Все это прекратится, просто оставьте нас в покое, занимайтесь своей страной, живите у себя в России, на территорию России никто не претендует, мы ничего от вас не хотим, кроме того, чтобы вы убрались из нашей страны и дали нам спокойно жить. Вот, собственно, и все. Подписывайтесь на канал, друзья. Продолжение следует...